всем привет друзья сегодня мы будем менять сальник клапана фазорегулятора у нас качестве примера мотор 1.6 фазированный k4m подойдет также и двухлитровые моторы находится он у нас за масло заливной горловины вот к нему подходит у нас один разъем двухконтактный и вот мы видим крепежный болт конечно для начала снимаем разъем для этого можно использовать вот коричок мы оттягиваем этот фиксатор и тащим стягиваем разъем вверх задача поднять вот этот вот флажок первое замечание которое мы сейчас который можем сказать это у нас небольшое видим небольшое количество масла в самом разъеме возможно она попала сверху при заправке заливки масла бывает что масса у нас на самих контактах внутри вот здесь это свидетельствует о том что у нас пробила через пробивает массу через вот эти контакты пластики они уже плохо обжаты и пробивает теперь нам необходимо как следует вычистить перед снятием как следует вычистить область вокруг самого клапана иначе вся грязь у нас попадет внутрь двигателя и также в систему самого фазорегулятора а это очень плохо и очень любитель для него сильную дуть тоже я здесь не советую продувочным так как можно всю грязь забить туда во внутрь двигателя теперь нам необходимо открутить болт крепления в нашем случае крепится он откручивается головкой на 10 бывает на 8 на двушке он на двухлитровом моторе он крепится тем же болтом которым крепится катушка 4 цилиндра теперь по задумке автопроизводителя нам его нужно просто сдернуть вверх но так не всегда радужно все получается иногда он прикипает и там сидит хорошо поэтому иногда приходится его стронуть вот так вот хотя бы в бок отвести его немножко чтобы он расходился у нас на сальнике теперь можно опять его немножко продуть остатки пыли выдать потому что мы стронули и пыль могла немного упасть делать аккуратно можно можно вот так вот за разъем его немножко раскачивая тут главное не переборщить и не отломать разъем можно вот таким образом его достать заранее приготавливаем ветош чтобы не облить маслом узлы таски так же немаловажно сразу обратить внимание на то чтобы обе половинки у нас сетка из двух половинок стоит обе половинки были на месте при снятии они могут нам может раз отщелкнуться и потеряться теперь мы приступаем к снятию самого сальника использовать можно вот такой крючок на самом деле сидит он там не так уж и плотно поэтому достаточно легко и сдернуть его можно можно теперь ради интереса сравнить его с новым тут невооруженным взглядом видно что у нас внутренний диаметр на старом гораздо больше чем на новом лучше всего ставить оригинальный сальник на 1.6 у нас вот такой номер на двухлитровом двигателе вот такой конечно же номера еще будут в описании перед установкой сальника не забываем зачистить посадочную часть и уже устанавливаем наш новый сальник заходит он туда тоже у нас как и выходит достаточно легко можно даже вот видите рукой вот туда осадил но лучше все таки вот головка на 27 она отлично подходит выронить его чтобы у нас сидел ровно и попал свою посадочную часть везде по всему диаметру вот так у нас выглядит с посаженный сальник у него там есть свой упор поэтому его осаживаем просто до упора наш подготовленный почищенный клапан полностью проверенный мы устанавливаем на место мы его обезжирили осушили сейчас объясню для чего особых нюансов нет мы его просто устанавливаем и прикручиваем важное замечание из моего личного опыта промажьте область вокруг прилегания сальника клапана герметиком особенно те кто любит часто мыть двигатели ведь даже небольшим давлением керхера мы можем затолкать в нашу систему в воду и грязь так как сальник у нас беспружинного типа и он крайне так ненадежный да я понимаю что его потом будет очень тяжело достать но если вы уверены что у вас все исправно сам фазер клапан почему бы его не загерметизировать как следует не забываем подключить многие могут подумать что промазав герметиком клапан потом оттуда будет невозможно достать но кто был повнимательный в начале видео я думаю видели что мой клапан уже был таким образом загерметизированный сальник я поменял просто так для ролика тем самым меня здесь было чисто сухо и не попадала никакая грязь я вас уверяю лучше сделать так обязательно подписывайтесь на канал если вдруг не подписаны ставьте лайки или дизлайки пофигу не пофигу вот пишите в комментариях все что все интересные случаи которые у вас были поверьте комментарии все читаем спасибо за просмотр этого ролика всем пока